Всем привет, чуваки, это ТОП ДОТА и новый выпуск фишек. В нашей игре их реально очень много, так что материал как будто неисчерпаемый. Во-первых, у меня тут куча всякого, а во-вторых, ещё и инвокер санстрайковский сделал сегодня свежий выпуск, так что можете зайти к нему и чекнуть у кого круч получилось, если вдруг вам моей инфы будет мало. Поехали! Хочешь выбить себе аркан на джаггера? Или может быть на эсэф или фантомку? Заходи на тесте дроп, пополняй баланс старыми ненужными скинами и открывай крутые сундуки, которых нет в доте. У сайта открытый инвентарь, бесплатный кейс каждые 3 часа и куча вкусного шмота. А по промокоду в описании ты получишь плюс 10% к пополнению баланса. Только в эту пятницу. Итак, первая фишечка для любителей Мираны. Если вдруг вам нравится этот герой, то вы наверняка скатали уже не один десяток игр и заметили один неудобный момент. На Миране вы не можете ничего сделать со Сларком, который связал вас с своим паунсом. Эта скотина просто прыгает на вас и приходится терпеть. Лип уже не спасает. Ничего вообще не спасает. А Сларков по пабликам бегает довольно много и в такой ситуации вы оказываетесь довольно часто. Но к счастью, контриться всё очень просто. В то время, когда вас преследует Сларк, старайтесь создать между вами какое-то препятствие. Например, тавер или что ещё намного проще – это дерево. Манцените пару раз до ближайшей ёлки и как только в вас ворвётся Сларк, смело прыгайте в дерево, и по какой-то странной механике доты вы окажетесь по другую его сторону, разорвав связь со Сларком и его пукан. Очень полезная фишка. Хотя это, пожалуй, скорее уже баг, ну да ладно. Переходим к следующей фишке – за Эмбер Спирита. Часто в пабе я вижу, как одного бедного Эмбера насилует 2-3 человека с кучей замедлений, а он наивно кидает ремнанты и пытается как-то спастись. Но ведь скорость этих ремнантов напрямую зависит от скорости вашего героя, так что толку тут почти нет, и это какие-то просто напрасные барахтания. Так что в этих ситуациях нужно просто делать всё правильно. Во-первых, прожмите фейзы, так ремнанты будут лететь быстрее, это проверено. Во-вторых, прожмите фисты, куда-нибудь, где есть юниты и куда бы вы не прочь были свалить. Пока вы будете прыгать в фистах, вы можете кинуть ремнант, и как вы понимаете, он будет лететь с того самого места, в котором вы делаете удар, т.е. расстояние ему нужно будет преодолевать куда меньшее, да и к тому же вас в это время не смогут продолжать насиловать, так что не тупите и ищите поблизости крипов. Ну и третья фишка для Тини. Возможно её уже кто-то слышал, возможно нет, но юзают её реально нечасто. Тини может использовать руны. Не брать их в бутылку, не применять на себя, а использовать чуть хитрее. Во-первых, на руну вы можете бросить любого врага, который хочет вашей крови, во-вторых, можете бросить туда любого союзника, которому по той или иной причине нужно там оказаться. И в-третьих, вы можете бросить на руну вообще ВСЕХ, даже челиков в БКБ, в Рейдже или в Блейд Фьюри, Тини может бросать всё. Но если что, если вы вдруг не знали, просто так вы Джаггернаута кого-нибудь в Блейд Фьюри на себя не подбросите, он будет просто в Эмуне, точно так же как и Найкс и любой челик с БКБ. А вот руна здесь отлично спасает. Ну и на этом сегодня всё, три фишки я вам рассказал, все они могут отлично использоваться в пабликах, надеюсь вы это проверите. И не забывайте, что этот ролик вышел совместно с инвокером, у него там в видосе аж целых 5 фишек, если я не ошибаюсь, так что если вам мало, то чекайте, ссылка там же где и обычно. И обязательно пишите у кого инфа круче, а если хотите попасть в видос, то присылайте свои фишки в комменты или во вконтач в личку. Удачи!